Ирина Зинатулина В школе, где училась Ирина, китайский язык изучает уже более 12 лет. Такая возможность вскоре появится и у других школьников Татарстана. С началом учебного года новый предмет появится в четырех школах Казани и в двух школах в Сабинском и Бугульминском районах республики. В Министерстве образования обещают, что новый предмет будут изучать абсолютно бесплатно. По словам преподавателей, с каждым годом все больше и больше людей начинают изучать китайский язык. Но несмотря на то, что некоторые студенты приходят уже с базовым уровнем, преподаватели считают, что эти знания им просто не понадобятся. Программа в нашем университете рассчитана, естественно, на изучение китайского языка с нуля. Поэтому детки, которые приходят со школ уже с базой, они просто проходят такое повторение, закрепление. На самом деле я бы не сказала, что у них успехи чрезвычайно отличаются от тех детей, которые пришли изучать китайский с нуля. Все зависит от мотивации, от старания, от желания учить китайский язык и владеть им. На базе одного из университетов города уже два года готовят преподаватели китайского языка. Именно эти специалисты будут учить татарстанских школьников. Директор института с китайской стороны Ай Мяо признает, что интерес к предмету у студентов есть. А это значит, что вскоре в Татарстане появятся опытные специалисты. Конечно, китайский язык чрезвычайно сложный язык. В первую очередь тяжелее всего дается студентам написание иероглифов. Второе – это наличие в китайском языке так называемых тонов, тональных рисунков. То есть каждое слово отличается именно своим отдельным тональным рисунком. И разобраться с этим для студентов тоже чрезвычайно сложным. Преподавателям приходится тратить много времени, чтобы объяснять студентам, как правильно произносить китайские слова и, соответственно, как их записывать. Китайский язык как предмет вводится в республики экспериментально. И на данном этапе, по словам специалистов, невозможно сказать, смогут ли татарстанские школьники освоить предмет. А эксперты предполагают, что это скорее модное течение, обусловленное геополитическими изменениями и разворот страны на восток. Андрей Трофимов, Дмитрий Рыженко, Эфир 24.